МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Должно быть время для общения с родителями и время для игры. Чтобы не перегружать ребенка, остановитесь на двух кружках – спортивном и интеллектуальном. Если ваш малыш занимается рукопашным боем, отдайте его на шахматы. Способность к последовательному и стратегическому мышлению со временем начнет проявляться и во время борьбы с соперником. Боец будет думать, а не просто драться. Средняя стоимость занятий шахматами в нашем городе варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей. Когда вы будете предлагать ребенку посещать тот или иной кружок, обязательно предоставьте ему выбор. Не реализуйте свои амбиции. Пусть ребенок сам решит, чем ему заниматься. Но и не делайте выводов после посещения первого занятия. Первые 2-3 занятия у ребенка в любом случае будет адаптация. Психологическая, социальная адаптация и также физическая адаптация. Поэтому вот в этих занятиях поспешных выводов делать не стоит. Ребенок, конечно, может испугаться и сказать, нет, я не буду ходить. Но если посетить 5-6 занятий, то тогда можно сделать какие-то выводы. То есть месяц занятий поможет вам сделать вывод, подходит эта секция, интересна она ребенку или нет. Дополнительные занятия должны отличаться от школьных. Например, учиться считать можно по-разному. Выбирайте самый интересный вариант. Рассмотрим одно из популярных направлений – ментальную арифметику. Здесь задействуется сразу несколько сенсорных систем, которые ребенок использует только для одного лишь счета. Это и тактильные ощущения, то есть ребенок косточки перебирает. Во-вторых, это воображение. Ребенок видит сразу же результаты своего труда. То есть он видит число так, как оно есть. То есть он его представляет прекрасно. Плюс, конечно же, когда мы переходим на ментальный счет, ребенок выполняет все эти действия в уме. Задействуется сфера воображения. И все это вместе дает развитие межполушарного взаимодействия, что, в свою очередь, стимулирует развитие интеллекта в целом. Педагоги и психологи пришли к выводу, что ментальной арифметикой могут заниматься дети с 4 лет. Достаточно посещать один урок в неделю. Для малышей он будет длиться полтора часа, для школьников – два. Занятия проходят в игровой форме. Стоимость месяца обучения в нашем городе от 2,5 до 4 тысяч рублей. Если такое увлечение вам не по душе, попробуйте каллиграфию. Мы развиваем графомоторные навыки путем раскрасок, штриховок. У нас есть различные творческие элементы. Работа с пластилином. Они пишут у нас или настоящими перьями, или специальными ручками, которые сделаны в виде пера. Ручку или перо нужно держать определенным образом, и тогда формируется как раз этот навык красивого письма. Программа рассчитана на три месяца. По истечению этого срока педагоги обещают результат. Занятия проходят два раза в неделю. Стоят в районе 3,5 тысяч рублей. В этой студии дети создают кино, мультфильмы и даже мюзиклы. Тимофей, Артем, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам о своей деятельности. Чем вы занимаетесь, как вообще происходит этот процесс? Процесс достаточно долгий. То есть сначала мы должны придумать, о чем мы будем снимать. Потом мы должны как-то написать ему сценарий. Потом сделать у него все декорации и потом еще снимать. В киношколе ребенок сможет попробовать себя в роли актера, оператора, сценариста и даже продюсера. Здесь ребята изучают процесс кинопроизводства от зарождения идей до ее воплощения. За четыре недели занятий родители заплатят 3,5 тысячи рублей. Первые съемки, как правило, мы делаем после двухмесячной работы, где-то два-два с половиной месяца. И мы делаем какую-то первую пробную съемку. Это может быть съемка диалога, например, или это может быть даже короткометражка. То есть у нас и был такой опыт. Это может быть интервью, это может быть просто визит, который дети готовят, и, скажем, для того, чтобы в первый раз, скажем, показать ее на камеру. Какое бы интеллектуальное направление не выбрал ваш ребенок, подготовьте его к тому, что это труд. Объясните, что нельзя бросать дело на полпути. Но и не заставляйте свое чадо заниматься тем, что ему совсем не нравится.